Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. Рада вас приветствовать. Пока работает генератор, а в Украине все сложнее и сложнее. Приходом прохлады со светом все больше проблем. И, конечно, я благодарна всем, кто дает мне возможность финансово себя почувствовать более-менее защищенно. Кто не проходит мимо донатов и для кого реквизиты под видео, это не оскорбление. Это не повод проявить доброту по отношению к человеку, который зажат в тиске, то бишь ко мне. Так что спасибо вам великое. Но, поскольку хоть искусственно на свет дан, наше настроение дня спешит к нам. 14 октября пройдут два лунных дня. До 17.05 будут 12 лунные сутки. Потом они сменятся на 13-е, которые начнутся в понедельник, 14 октября. А перейдут на вторник на 15-е. Но обо всем по порядку. Итак, 12 лунные сутки до 17.05. Название 12 лунных суток, которые захватят наш весь трудовой день, называется «Сердце или чаша». А это значит, что сегодня у нас будет невероятно работать интуиция. Так что до 17.05, дорогие мои друзья, рекомендую вам все-таки найти тихий уютный уголок, закрыть глаза, спокойно сосредоточиться и послушать, что вам гласит ваш внутренний голос. Подумайте о разных сферах своей жизни. И если у вас кошки на душе скребут, значит здесь не очень все здорово. А если все спокойно и умертворение на душе, значит вы движетесь в правильном направлении. Так работают с интуицией. А поскольку это день интуиции, так, как говорится, первая задача прозвучала. А еще это время милосердия и сострадания. Поэтому добрые дела сегодня невероятно приветствуются. Так что до 17.05 провести в каком-то участие, поддержать морально или материально, сделать доброе дело, это очень важные и нужные моменты. Так что чем щедрее вы сегодня будете душой, чем сердечней, а ведь речь идет о дне, которые называются сердце, тем больше благостей обретете сами в трудную для себя минуту, неожиданная помощь судьбы, вам все непременно будет ответом на вашу доброту. А вот ссориться, конфликтовать, выяснять отношения, визжать по любому поводу, вставать с дурным настроением и потом отыгрываться на близких сегодня категорически не стоит, потому что помните, сегодня день бумеранга. Начнете раздражаться и психовать в течение дня, обязательно получите от кого-то ответку, вам тоже конкретно испортят настроение, вот, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому терпите, крепитесь, улыбайтесь, загадочной улыбкой Моно Лизы по поводу и без, а конфликтовать и бросаться в ум с головой себе же дороже. Предупреждение совершенно важное, по той простой причине, что поссориться с человеком в этот день легко, а вот восстановить с ним прежние отношения практически невозможно. Могу вам сказать, что ссора, которая будет затеяна в этот день, вряд ли потом отольется добросердечными отношениями в дальнейшем. Человек долго будет помнить обиду, и уже прежними отношениями не будут никогда. А вот мечтать и визуализировать себе желаемое, как уже свершившийся факт, это очень важно, это уже нужно, потому что этот день материализует все ваши помыслы, и добрые, и недобрые в том числе. Поэтому, если вы никогда не делали карту желаний, можно сделать ее в этот день, потому что ваши наклеенные посты, которые вы, собственно говоря, будете размещать, как будущую модель своих прекрасных достижений, вполне возможно, таковыми станут, потому что энергетика этого дня такая, на исполнение желания. В деловом смысле, это день поточного разрешения поточных дел, нового, ничего затевать не нужно, энергетика дня, к сожалению, новаторские идеи не поддерживает. Поэтому, как говорится, занимайтесь тем, к чему привыкли, то, что у вас называется рутиной, спокойно, не спеша, с хорошим настроением, и поверьте мне, здесь вы легко продвинетесь. Вам сегодня потребуется выдержка, честность, тракт, такт, энтузиазм, который тоже значительно поможет в ваших делах, невероятная сила боли, которую вы должны будете проявить, невзирая ни на что двигаться вперед, не отвлекаясь на побочные явления, которые вполне возможны. И, конечно, не конфликтуйте. Поверьте мне, когда говоришь «не конфликтуйте», в этот день, как на грех, будет еще одна причина выйти из берегов или почувствовать себя ущемленным со стороны окружающих. Но это проверка этого дня. Пройдете достойно быть вам в шоколаде. От ссор сегодня нету противоядия. Даже свидание романтическое, и то может закончиться ссорой, если, как говорится, выпустить ситуацию из-под контроля. Поэтому желаю вам, чтобы вы все-таки пережили все совершенно правильно, решили свои проблемы, и вам удалось избежать конфликтных ситуаций, которые, к сожалению, сегодня могут сыпаться, как из рога изобилия. Сегодня не бросайтесь в омут головой, не принимайте скоропалительных решений, не очень обдуманных, а, кстати, подталкивать к этому тоже ситуация будет. Лучше для важных ответов, которые ждут от вас те, кто вас торопит принять решение, лучше это перенести на более благоприятный день. Сегодня торопливость, суетливость идет вразрез с вашим интересом, а посему с этим надо быть осторожным. Продержаться нужно 14 октября, весь понедельник, до 17.05. После этого на смену нам приходят 13-е лунные сутки, которые начнутся в 17.05 в понедельник, перейдут на вторник, 15 октября, до 17.30. 13-е лунные сутки будут с нами. А что они нам несут, я попробую вам рассказать. Название 13-х лунных суток – колесо или змея, кусающая свой хвост. И если в понедельник, это уже после обеденное время, и ваш рабочий день практически подошел к концу, то во вторник весь рабочий день вы проведете с этими лунными сутками. Поэтому надо просто ориентироваться, что они вам несут. А поскольку они закончатся только во вторник в 17.30, разговор у нас с вами достаточно весомый. 13-е лунные сутки – достаточно энергичные сутки, так что во вторник, я думаю, у вас, собственно говоря, прибавится энтузиазма и желание врываться в рабочий процесс. А еще в них есть доля обновления. Сегодня можно что-то начать с чистого листа, проанализировать ситуацию, участие ошибки, двинуться вперед, с новыми стратегическими планами. Поэтому на это тоже обратите внимание. Вам по плечу сегодня любое дело, которое требует завершения, но по каким-то причинам ранее оно пробуксовывало. Так что если собрать силу воли и дисциплинировать себя в полном объеме, можно найти сложные дела навалиться и неожиданным образом серьезно их продвинуть вперед. Это дело, конечно, было сложным и трудным. У него было много этих чащих последствий. Сколько вы его не форсировали, не получалось. Так что приложив усилия в этот день, есть все шансы этот колобок наконец-то покатить вперед. Да и помощь вам будет коллектив. Сегодня день коллективной работы, общественных мероприятий. Если они планируются, то можете смело относить их к этому дню. Сегодня как бы все спорится и коллективно легко решается. Поэтому, дай бог, как говорится, все поднавалятся и это сложное дело пойдет вперед. А еще не забудьте, что это день пополнения знаний, которые нужны в ваших делах и любой информации, которая вам интересна. Так что сегодня озаботьтесь об этом. Почитайте, посмотрите. Полазьте по интернету в нужных сферах. Не просто бездумно, а именно с точки зрения повышения собственной квалификации. Вы удивительным образом обнаружите, что новые данные, которые вам удалось добыть, очень вам помогут в ближайшее время. И еще, дорогие мои друзья, мы сейчас говорим о послеобеденном времени в понедельник 17.05 и целый вторник до 17.30. Изучаем. И помните, что ваш организм в этот период необыкновенным образом настроен на омоложение. Поэтому, если вы после обеда в понедельник навестите косметолога и сделаете какие-нибудь косметические процедуры для себя, поверьте мне, ваше лицо только вам скажет за это спасибо. Оно сегодня впитывает всю красоту и молодость. И от этого вам только один величайший плюс. А во вторник уже в 17.30 заходят 14-е лунные сутки, которые захватят послеобеденное время во вторник 15 октября, но в основном перекачивают на среду 16 октября. Луна будет в знаке Овен, фаза Луны растущая. 14-е лунные сутки будут с нами до 17.34. Итак, поговорим о периоде во вторник 15 октября с 17.30 и среду 16 октября до 17.34. С нами будут 14-е лунные сутки. А что они нам несут, я вам сейчас расскажу. Название 14-е лунных суток, которые прихватят послеобеденный вторник 15 октября и перейдут на среду вплоть до 17.34. Это лабиринт или труба. В Тибете раньше считалось этот день необыкновенно развитой интуицией и открытие третьего глаза, которое отвечает за тайные и какие-то мистические события в нашей жизни, которые сокрыты, но подвластны третьему глазу, сегодня он открыт и прозорлив. Поэтому я думаю, что надо понаблюдать за событиями этого дня. Вероятнее всего они могут быть ключевыми. А самое главное, дорогие мои друзья, не пропустите это прекрасное время. И если вы после обеда во вторник мало чего успеете сделать, то у вас еще есть целая среда до 17.34, поскольку это очень энергичный, сильный, мощный и один из счастливых дней месяца. Поэтому я думаю, что все важные дела, которые у вас накипели и наболели, на среду до 17.34 можно располагать, смело ходить по инстанциям, брать на абортаж то, что раньше не сдавалось устраивать авралы, подтягивать важные и нужные дела, которые кажутся трудными и неисполнимыми, на самом деле сегодня есть все шансы хорошо продвинуться. Этот день невероятно связан с общением, поэтому любое общение, будь то коллеги, друзья, знакомые, начальство, переговоры всякого рода делового толка, необыкновенно сегодня удается. Поэтому попробуйте прокладывать свои тропинки, соединять ниточками то, что нужно соединить. Глядишь, так оно у вас все будет спориться. Сегодня возможны и бонусы судьбы в виде расслабленного руководства, которое вас все непременно поддержит и даже возможно продвинет по карьерной лестнице. Всевозможные похвалы и бонусы сегодня тоже возможны. потому что этот день подарков судьбы. Правда, не шальник подарков, лишь бы кому-нибудь за что-нибудь, а это должны быть выстраданные подарки. Вы неплохо трудились, вы себя зарекомендовали, вам и дары в руки. Помните, пожалуйста, что любые финансовые операции в этот день крайне успешны, поэтому всевозможные купли, продажи, финансовые сделки, походы по финансовым учреждениям тоже можно приурочить к среде нашей до 17.34. Поверьте, не ошибетесь. Также вас, возможно, подстерегают новые очень перспективные знакомства, которые вполне могут потом эти люди неплохо отыграться в вашей жизни. Так что обращайте пожалуйста на все новеллы в вашей жизни, что происходит в этот день. Все это не случайно и не напрасно. Сегодня можно начать собственное дело, только чего бы не касалось вашей деятельности сегодня, главный помощник в ваших вопросах это самодисциплина. Если сумеете сконцентрироваться, правильно разложить по полочкам приоритеты и активно по ним подвигаться, то день будет исключительно успешный во всех ваших делах. Единственное не гораст этого дня берегите пожалуйста зрение, не перегружайте дополнительно компьютером, потому что глаза сегодня требуют пощады. И это у нас с вами среда была до 17.34. В 17.34 сменяются лунные сутки. Луна заходит знаковно фаза луны растущая, заходит 15-й лунный сутки, который прихватит после обеденное время в среду и в основном пройдут красной нитью через весь четверг до 17.50. Итак, дорогие мои друзья, мы сейчас говорим о послеобеденной среде 16-го числа и целом четверге вплоть до 17.50 с нами 15-й лунной сутки. К сожалению, на четверг сильно полагаться мы не можем. Пометуем о том, что в четверг у нас с вами луна в знаке Тельца, но и полнолуние, которое еще приходится на этот день. Значит, у нас со здоровьем тоже могут быть определенные негоразды. Плюс все это текчено сатанинскими сутками, которые заходят к нам в гости. Итак, в среду после 17.34 и весь четверг до 17.50 с нами будут сатанинские сутки под названием шакал или змей. А это значит, что мы заходим в фазу тише воды ниже травы. Мы будем разрешены, психованные, нервические у нас выводят на жизнь на очень высокий градус. Все нам не так, все не по этакому. Никаких поспешных решений не принимаем, важных решений не принимаем. сидим себе спокойненько и пережидаем, когда эти сутки пройдут. Удаются только тихие поточные дела, спокойно, рутинно, не спеша, с хорошим настроением по возможности. Избегаем столкновений с людьми, общаемся очень вежливо, тактично, желательно односложно, потому что ваши слова могут быть не так истолкованы, пойдет целая вереница всевозможных обидок на вас и так далее и тому подобное. Алкоголь не принимаем, в общем, ведем себя тихо, скромно и замечательно. И, к сожалению, четверг сатанинским днем испорчен конкретно до 17.50. И только тогда произойдет смена суток, зайдут 16-й лунной сутки, луна будет в знаке тельца и по-прежнему у нас будет полнолуние. 16-й луны сутки прихватят послеобеденный четверг и плавно перейдут на пятницу вплоть до 18.09. Так что не столько будем сейчас говорить про послеобеденный четверг, сколько про целую пятницу, которая до до 18.09. Под эгидой 16-го лунного дня нас будет радовать или огорчать, но об этом я вам сейчас расскажу. После испорченного конкретно сатанинским днем четверга, вы, возможно, в пятницу желаете наверстать все упущенное, которое у вас, собственно говоря, там осталось в дальних ящиках. Но могу вам сказать, что до 18.09 с вами будет достаточно тонкий, нежный и энергетически слабый день под названием Бабочка, Голубь или Психея. А я вам могу сказать, что само по себе уже явление Бабочки в названии говорит о том, что энергетика этого дня будет исключительно хрупкая. Поэтому настаивать на каких-то вралах, брать всех на голос, кого-то куда-то подгонять, в общем-то распушиться и броситься вперед или затеять дела, которые связаны с новаторством, что-то новое открыть и сделать и так далее. Это все фальстарты и этим заниматься не стоит, потому что энергетика этого дня просто такие аврала не потянет. Когда заходит день под названием Бабочка, автоматически нужно правильно распределить собственные силы и собственное поведение контролировать изрядно. Дело в том, что бабочку легко раздавить, легко сбить пудру с ее прекрасных крылышков, все поломать, поэтому никакой агрессии, силовых методов, психоза проявлять сегодня категорически нельзя. Это не потому, что нельзя, дорогие мои друзья, а потому, что если вы этого не учтете и будете вести себя как слон посудной лавки, вся агрессия исходящая из вас вернется вам с тарицей, вы погрязнете в грандиозных скандалах, которые категорически создадите своими руками. Так что глядите, пожалуйста, будьте в этом плане повнимательнее. Сегодня надо быть тише и скромнее, даже яркая одежда, громкий голос, бешено звучащая из-за всех отверстий музыка, могут нарушить гармонию этого дня и повернуть события этого дня против вас. Поэтому, как говорится, мотайте на ус. Вообще, в идеале, это день, связанный с очищением. Надо очищать свои помыслы, надо быть добрее, подумать о том, как вы живете, что вы делаете, в чем вы молодец, в чем вы не молодец. Такое провести спокойную, неторопливую ревизию собственному поведению, собственным делам, это все ясно и понятно. Но очищение еще напрямую связано с очищением дому. Поэтому, если вы в отпуске и застеете спокойную, неторопливую уборку, помоете посуду, надраете кафель, ну, в общем, так сказать, пройдетесь душой по собственному дому, вам этот процесс неожиданно не только понравится, но принесет удовольствие, а в чистом доме всегда чистые энергетики. Поэтому в данном случае это будет полезно во многих смыслах. если же вы на работе, то занимаемся только поточными делами. День совершенно не подходит для переговоров, сделок, финансовых операций и прочих важных вопросов, которые вам, возможно, свербит начать именно сегодня. Не торопите события, берите день более подходящий. Сегодня тихо, мирно, боремся со своими поточными делами, как говорится, особой волны не поднимая. И помните, на службе сегодня нет смысла себя выпупыривать, создавать отдельную волну суматухи, показывать свой энтузиазм, пытаться выслужиться. Все это совершенно пройдет напрасно и никаким подвигом не приведет с вашей стороны. Поэтому спокойно, тихо, мирно занимайтесь своими делами и будет вам величайшее счастье. Это мы поговорили о пятнице в основном до 18.09. Затем заходят 17 лунные сутки. Луна будет в знаке тельца, фаза луны уже будет убывающая. Мы с вами захватываем 17 лунными сутками можно сказать вечер пятницы и целую субботу до 18.34. Так что слушаем о том, что нас ждет пятницу вечерком и целую субботу до 18.34. С нами 17 лунные сутки. 17 лунные сутки мы знаем под названием заяц или виноградная гроздь, а значит пятница вечером у нас вполне пойдет в духе этого дня. Вечеринки, веселье, удовольствие. А виноградная гроздь еще намекает на алкоголические возлияния. Надеюсь они будут вполне приличными, но на лунные сутки не полагайтесь. Они подталкивают, но не контролируют. Поэтому количество выпитого придется дозировать самостоятельно. Надеюсь вас не понесет по ухабам и вы так сказать лица не потеряете. Впрочем это важно говорить только тем людям, которые не очень привыкли дозировать, контролировать и себя урезать чем-либо. Все остальные надеются просто встретиться с друзьями, приятно проведут время, попьют кофейку и разбегутся с хорошим настроением. Тех кто берегов не видит и не знает в день виноградной гроздья могут просто показать чудеса разврата и пьянства. Но это уже отдельная история, которую я здесь муссировать не буду. Так что надеюсь, что вечер пятницы пройдет у вас под эгидой правильной. А вот субботу до 18.34 мы так сказать будем спокойно и уверенно смотреть в будущее. Чем мы будем заниматься в субботу сейчас набросать сюжет. Во-первых помните что в субботу у вас есть прекрасная возможность пообщаться с собственной интуицией. Это еще один день когда интуиция необыкновенно прозорлива а ее советы просто жизненно необходимы. Поэтому найдите время где можно и место где можно уединиться спокойно посидеть закрыть глаза и позадавать себе вопросы по всему спектру жизни которые вас интересуют личная работа здоровья и если у вас дурно после вкуса после общения с внутренним голосом вероятно вы здесь накосячили и нужно исправлять ситуацию. Если на душе по-прежнему все спокойно и замечательное ощущение полного счастья вероятнее всего вы на правильном пути. Так проанализировав ситуацию вы поймете чем заниматься на что обратить внимание а где требуется дополнительное вмешательство. Чем огрутить пятницу в плане развлечений но помните пожалуйста для сильно активного отдыха это время не очень подходящее энергии у вас не так много а вот спокойные подсиделки с друзьями родственниками приятное чаепитие мирные незамысловатые разговоры на разные темы это как раз то что можно себе прописать поэтому подумайте дорогие мои друзья можно съездить на природу отдохнуть так что в принципе здесь у вас для спокойного отдыха масса всевозможного времени и возможностей в субботу можно начитаться наконец-то хорошими книгами посмотреть хорошие фильмы так что надеюсь что эта суббота вам запомнится и поскольку мы рассматривали субботу до 18 24 то мы находимся в ожидании 18 лунных суток когда луна перейдет знак близнецов фаза луны убывающая и начавшись после обеда в субботу наши 18 лунные сутки прихватят воскресенье вплоть до 19 08 так что говорим о после обеденной субботе и целом воскресенье вот а что это такое попробуем разобраться после обеденной субботы и целое воскресенье будут проходить под эгидой лунных суток которые называются лед обезьяна или зеркало а это значит что мы сегодня так или иначе увидим положение дел такое как оно есть на самом деле отразимся как будто в зеркале прекрас никаких не будет дорисовок никаких не будет понравится ли нам то что мы увидим в нашем зеркале вопрос открытый по той простой причине что это наше деяние наши поступки наше поведение оно вот так вот трансформировалось так что не надо на зеркало пенять если рожа крива тут вот это само собой просится в данном случае поэтому ни на судьбу не обижаемся если у нас что-то неподходящее демонстрируется нам вероятнее всего это наше просто отражение в этот день мы легко поддаемся влиянию со стороны поэтому хотелось бы конечно чтобы нам никто не звонил особенно с дурными помыслами не заставлял нас вставать под свои знамена без всяких видимых для нас причин но тем не менее влияние окружающих на нас сегодня очень сильное хотелось бы чтобы оно было только позитивно нас сегодня легко обвести вокруг пальца обольстить во что-то вмешать поэтому будьте максимально деятельны сегодня к телефонным звонкам мошенническим схемам и прочим это очень важно и казалось бы мы говорим сейчас о выходных днях но мошенники выходных не имеют поэтому желательно чтобы вас сегодня вообще ничего не касалось а если вас во что-то втягивает и прочее скажите что сегодня не ко времени вы устали извините до свидания все завтра и таким образом избавитесь от лишних сложностей которые вполне возможны возможно дорогие мои друзья 18 числа в воскресенье вам не удастся собственно говоря увильнуть 20 числа извините я тут уже несколько подзапуталась 20 числа 18 лунные сутки вам не удастся избежать душевного разговора когда например окружающие ваши близкие сделают резюме по поводу вашей персоны так вот могу вам сказать что если вас сегодня радует комплимент всячески нахваливает можете смело насладиться этим процессом потому что сегодня правда о человеке выходит на поверхность если вас хвалят то есть за что уж поверьте а вот если вам высказывают неудовольствие или пытаются намекнуть на ваши качества которые давно достали советую не обижаться а делать правильные выводы это тоже правда и вероятнее всего это правда уже навязывая на зубах у окружающих и портит постоянно взаимоотношения проведите ревизию купируйте своего врага в лицо да будет неприятно но зато с пользой для дела самое главное когда вас возможно будут слегка критиковать категорически и не скатиться в категорию ссоры выяснения отношений обидок бесконечных это информация для внутреннего пользования для коррекции вашего характера а не для того чтобы вы устраивали ссоры хотя устраивать ссоры 18 лунные сутки очень легко и непринужденно как говорится само собой пробивается вот только эти ссоры обернутся против вас поэтому надеюсь вам категорически хватит здравого смысла продержаться воскресенье без душесчипательных выяснений отношений которые чести вам не сделают продержаться вам нужно плоть до 19 часов 08 минут потом луна перейдет в знак близнецов фаза луны убывающая наступит 19 лунные сутки но вам легче дорогие мои друзья после обеденного воскресенья не станет потому что 19 лунные сутки все знают это сатанинский день он испортит вам вечер воскресенья но хуже всего что он перейдет на целый понедельник 25 21 октября вот и будет портить кровь вплоть до 8 часов вечера 19 57 и только тогда они нас покинут так что к сожалению дорогие мои друзья сатанинские сутки в жизни тоже бывают впрочем мы уже знаем как переживать улыбаемся имеем уравновешенный подход жизни спокойно избегаем агрессии лишнего на себя не берем обещаний особых не даем ведем себя тише воды ниже травы а с вами была Елена